У нас сегодня по регламенту два выступления, это мое, значительно большое, и после меня с некоторыми пояснениями, может быть, акцентами в случае зрения формирования заявок, формирования проектов технических заданий на выполнение соответствующих работ. Вот выступит Сергей Анатольевич Гаврилов, руководитель секции микроэлектроники в НТФ, вам хорошо знакомый человек. Понятно, что мы сегодня пройдемся в целом по конкурсной документации, наверное, становимся на каких-то акцентах, которые важны для фонда, важны, наверное, для участников и отбора, особенно исполнителей. Но, конечно, призываю вас обратиться к первоисточнику, собственно, к конкурсной документации. Она размещена на сайте Российского научного фонда, внимательно ее читать. Больше, чем написано в конкурсной документации, я вам не скажу это точно. Поэтому прежде всего смотрим конкурсную документацию. Но это не отменяет самой возможности обращения к нам, Российский научный фонд, с теми вопросами, которые возникают по формированию заявки, по заполнению отдельных форм форм, формирование технического знания, ландра, как и иных документов, которые необходимы в рамках заявки. Сотрудники фонда оперативно будут отвечать на ваши вопросы. Даже в том случае, если вы разместили какие-то уже сейчас заявки, и у вас есть сомнения относительно того, правильно или неправильно вы заполнили, вы можете по электронной почте обратиться с вопросом, или позвонить. В общем, мы дадим вам какие-то пояснения. У вас всегда остается возможность, у вас еще две недели до формирования заявок, чтобы отозвать свою заявку и представить, я прошу это учить. Ну, давайте перейдем уже, собственно, к поддержанию наших конкурсов. Итак, значит, Российский научный фонд объявил, можно следующий слайд, Российский научный фонд объявил тем конкурсов, они фактически сформированы по отдельным разделам классификаторов Российского научного фонда. Я понимаю, вам они уже, наверное, хорошо известны, эти направления, по которым мы ведем свою работу с точки зрения формирования разработок в области производства электронной компонентной базы. Это 9 плотов, то есть 7 конкурсов, которые объявлены Российским научным фондом. Специфика всех ориентированных и прикладных исследований, которые сейчас поддерживаются в фондом, состоит в том, что в рамках конкурсов имеются лоты, по которым, собственно, и ведется отбор. Каждый лот фиксирует отбор по конкретному проекту, с конкретными требованиями, на которые необходимо представить заявку, отобраться и в последующем исполнять. Значит, в рамках 7 конкурсов у нас 45 лотов, и видишь, что неравномерное распределение по отдельным разделам. Есть разделы, у которых всего один лот, есть разделы, у которых еще один лот, а сброс достаточно большой. Это было определено отбором тех тематиков, тех проектов, которые были заявлены со стороны предприятий, отрасли, индустрии заинтересованы в соответствующих проектах, которые необходимо выполнить. Вы видите, что по каждому из разделов неравномерное распределение на прикладные и ориентированные исследования. В основном запрос со стороны предприятия и отрасли идет на выполнение прикладных исследований. Но здесь и небольшое количество проектов, 5 лотов у нас по ориентированным исследованиям. Общий объем средств, который предполагается направить на поддержку тех, кто-то ориентированных исследований в рамках конкурсов, свыше 1 миллиарда, миллиард 5 миллионов рублей. Я хотел сразу анонсировать, что помимо этого, эти 45 лотов у нас в ближайшее время предстоит конкурс на оставшиеся 40 лотов. И здесь, скорее всего, эта диспропорция между отдельными разделами будет чуть-чуть выровнена. Там будет больше лотов на производство приборов на стойе патрусных эффектов. Там будут у нас технологии, связанные с гибкой электроникой. В данном случае я просто анонсирую предстоящее событие. Итак, в данном случае 7 конкурсов, 45 лотов. Дальше ключевой момент – это даты, даты, дедлайны, в которых мы находимся. Октября мы объявились. В связи с тем, что мы идем в очень сжатые сроки, задача, поставленная перед Российским научным фондом, состоит в том, чтобы определить победителей, подписать соглашение и просинансировать начало выполнения работы уже в этом году. Это определило и требования к срокам, с одной стороны, подготовки заявки, не более одного месяца. Итак, 7 ноября мы завершаем прием заявок. Счетом того, что сегодня у нас 20 число, еще есть две недели. Те, кто еще не приступал, по-моему, пора приступить. Те, кто находятся в порядке работы на заявке, пора приступить, завершать. Те, которые хотели бы внести следение, должны поправиться. Коллеги, посмотрите, у кого включен микрофон, его нужно отключить. И, соответственно, 7 ноября, после 2 декабря, каждый месяц, как и период на подготовку заявки, мы берем на проведение экспертизы. То есть, 7 декабря будет подведение итогов. То есть, фактически, 7 декабря мы определим победителем решение управления фонда. И до 20 декабря мы намерены заключить соглашение и перечислить средства победителям конкурса. Что и в то, важно. Здесь наша работа с вами с точки зрения формирования планов и документов не завершается. И в течение месяца после заключения соглашения мы ожидаем от вас копию подписанного договора на выполнение научно-исследовательской работы между организацией-исполнителем и организацией-заказчиком, в котором будут определены нюансы, которые не входят в соглашение четырехстороннее, которые подписываются по итогам отбора данного конкурса между организацией-исполнителем-заказчиком, фондом и руководителем проекта. Отдельные нюансы, которые важны как для исполнителя, так и для заказчика. С одной стороны. И далее, в течение месяца с момента подписания договора, мы будем ждать от вас копию планов совместных работ, фактически детального плана, который уточнить, детализирует план графика выполнения всего края. Соответственно, примерно к середине марта мы должны с вами сформировать полный пакет документов, определяющих организацию, реализацию гранта на выполнение того или иного лота, по которому вы, как организация-исполнитель, будете определены. Что еще важно с точки зрения срока? Это этап. Вы видите, что конкурсная документация у нас трехэтапный проект. Но специфика состоит в том, что мы не привязываемся к календарному году и к финансовому году. Это, мне кажется, важно и удобно для классных исполнителей, удобно для организации заказчика. Это означает, что средства, которые мы перечисляем в этом году, отчетность по ним мы будем ждать от вас в конце следующего года. Первый этап завершается 30 сентября. Мы берем себе месяц на проведение экспертизу. Если она положительная, с точки зрения производительного результата, достигнутого по итогам выполнения, то в середине ноября мы выплатим, авансируем, выполнение следующего, примерно 15-20 ноября 2024 года, вы получите средства, организация-победитель получит средства на выполнение второго этапа. Ну, так же по следующим, третьим. Давайте дальше. Значит, итогом отпора, после того, как будут определены победители, 7 декабря, 7 по 20, мы должны заключить соглашение с победителями конкурсов в разрезе каждого лота. И это является документом, который будет определять взаимные права и обязательства всех четырех сторон. То очень важно, на что обращаем внимание. Как вы видите, в данном случае взяты отдельные в качестве примера из конкурсной документации права и обязанностей сторон, мы максимально приблизили их требования, которые устанавливаются гостами на выполнение обученно-исследовательских работ и опыта конструкторских. Для нас это принципиально.